Да, вот все предыдущее было к тому, можно ли вообще законодательно регулировать отношения между мужчиной и женщиной. И вообще, как законодательно регулировать насилие, если мужчина... Можно я отвечу иначе? Нет. Я просто, я настаиваю. Вы знаете, что я спрошу? Я просто хочу начать с того, что если мы поймем, что мы не рассматриваем отношения между мужчиной и женщиной, а мы рассматриваем отношения между людьми, то это совсем другой контекст. А законодательство... зовут меня аня я директор центра по работе с проблемой насилия носили . нет мы стали центром только совсем недавно этой весной до этого с 15 года у нас просто было понимание у меня было понимание что нужно как-то заниматься проблемой всерьез и мы как волонтерской инициатива делали разные проекты и уже поняли что нужно браться за дело совсем уже полноценно чтобы это было не чем-то дополнительным а именно сегодня это занимает абсолютное время нашей работы наших трудов личное ваше все занимает вы уже не волонтер не волонтер но я и волонтером ты не была потому что это была изначально моя идея я придумала этот проект и я еще как бы тратил на это свои силы время деньги именно на то чтобы была та платформа где другие люди могли как раз как волонтеры и что-то делать непосредственно поэтому мне кажется волонтер это больше человек который уже пришел вписался в эту историю а не тот кто придумал и создал с нуля то есть вы всегда были руководителем да вы понимали что есть запрос наверное не так что я понимал что и запрос я просто совсем недавно только вот как раз те самые три года назад случайно узнала что оказывается есть такая проблема как домашний насилия прочитав статью одной девушки и я была очень удивлена тем что нет информации что делать в этой ситуации как быть то есть это абсолютно была табуированная тема и я понимаю что вот мне повезло что в моей жизни этого не было ни в семье ни в личной в окружении близких мне людей тоже эта тема никогда не обсуждалась и мне всегда казалось что такое далекое маргинальное где-то такое покрытое мраком оказалось что масштабы намного больше и они очень страшные и нету четкого понимания если посмотреть на международный опыт то есть инструкции куда идти что делать кого просить о помощи как а в нашем контексте нет ничего и я изначально юрист я кандидат юридических наук по информационному праву я больше 8 лет занималась правом сми и я как раз попыталась ну вот найти вот это вот соприкосновение права и информации и сделать так чтобы люди как раз узнали не узнали о том чего еще не существует а узнали о том что уже есть и чем уже можно пользоваться чтобы себя защитить вы не понимали масштаб потому что вокруг вас этого не было может такое быть что у нас в принципе это не так много этого не так много в россии нет к сожалению этого очень много я не знала об этом по двум причинам во первых по статистике насилие в той или иной степени происходит в каждой четвертой семье все-таки не в каждой первой не в каждой второй а во вторых это очень высокий уровень латентности можно смело утверждать что порядка 70 80 процентов случаев оказывается в тени или о них не говорится и когда я уже начала заниматься этой проблемой то мне мои близкие люди начали говорить возможно не про свой опыт но про опыт родителей или бабушек или дедушек и когда я для них стала тем человек которому можно довериться перед которым не стыдно то конечно много нового я узнала а может тогда такое быть что это просто специфика страны да совсем нет совсем нет это абсолютно международное явление абсолютно нет нет то что было мало у нас вообще нет практики правозащитной в этом смысле но вы как юрист знаете что у нас не развиты абсолютно законы по защите может это быть связано в европе в америке они разве может быть связано с тем что просто это ну специфика страны как есть мусульманские страны где-то просто специфика это культурная традиция я могла бы сказать так но факты против меня мы остались последней страной в европе без закона против домашнего насилия мы на всей территории советского союза остались в компании только с узбекистаном этот путь уже прошли украина молдавия армения очень долго сопротивлялась там тоже была большая проблема и с религиозными деятелями из вообще запретом органов влезать в семью беларусь прошла этот путь и уже казахстан делает новые изменения то есть все идут а мы в принципе совсем вчера еще были одной страной и ментальность советская тоже имела право на существование нет это все желание государства воспринимать человека как не пустое место и охранять его жизнь и здоровье к большому сожалению российские власти в отличие от наших соседей не хотят международные обязательства соблюдать и принципе все совершенно смело говорят в лицо что если вас убьют тогда приходите а пока над вами издеваются это не наши проблемы просто эта крайность когда убьют приходите ну это к сожалению реальность есть да слушайте нельзя запретить утюги потому что ими убивают в конце концов если есть крайность не знать что это срединая срединая точка как как бы действительно крайность убийства как и крайность наверное что противостоит убить крайностью наверное может являться скажем простите феминизм да трудно простить данном контексте нет ну то есть я не знаю скажу иначе скажу иначе мы говорим все-таки не про крайности мы говорим про то что государство есть обязательства защищать жизнь и здоровье граждан я могу смело к сожалению констатировать что правовая система и судебная система отказываются это делать когда к ним идут когда говорят что мы в беде помогите они говорят это не наши проблемы вот дверь идите обратно домой они абсолютно банально просто не выполняют свои функции то есть это можно называть халтурой а можно называть каким-то нечеловеческим отношением в итоге у нас просто миллионы судеб которые ну как бы изо дня в день страдают и страдают потом дети страдают потом внуки потому что все это передается следующим поколением и мы в итоге в этом живем то здесь нужно не только политическая воля да в виде закона который бы запрещал бездействовать но еще и нужна очень активная работа с нашими людьми и не нужно забывать что судей полицейские те же самые люди которые считают что бьет значит любит или что женщина просто вовремя рот не закрыла то есть должны быть огромные усилия направлены на программы по образованию по взращиванию кадров чтобы работали и психологи и все это было вместе сейчас мы точно знаем что это никому не нужно государство должно должно сделать штат психологов еще чего-то еще чего-то и мы прекрасно знаем что ничего не делают и не будут делать вот вот в этой ситуации бороться с насилием может ли я говорю это перерасти в другую крайность действительно может что насилие присутствует в любой вы искали в каждой четвертой я думаю что в каждой второй семье в той или иной степени нужно очень сильно различать семейные конфликты домашние насилия это абсолютно две разные истории может такое случиться что семейные конфликты начнут но если у женщины есть право это чаще всего вы защищаете право все-таки женщин конечно редко да вы защищали мужчин от насилия это 20 лет такие были ситуации когда даже даже больше мы скоро сейчас уже bbc выпустил большой материал и пролил свет на наш проект у нас будет именно проект посвященный проблеме мужчин подвергшись насилию и общее стороны женщин да и общество тоже совершенно не готова об этом говорить ну да ну это интересно но неважно чаще всего все-таки наверное абсолютно большинство это женщина вот и вот у женщины появляется право подавать ну например да закон развивается развивается получают она получает право подавать в суд и действительно подвергать преследованию мужа или мужчины который она считает что психологическое насилие да он заставил ее там что-нибудь и не знаю постирать но здесь понимать если к за такой логика руководствоваться то можно вообще весь уголовный кодекс отменять почему потому что преследует не жена преследует органы если они нашли состав преступления мы сейчас просто тогда обознать ну как бы мы этими словами говорим что наша правовая система наша судебная система просто не существует у нас самосуд мы все-таки все-таки как-то говорим 2018 году и хочется думать что несмотря на то что наш суд совершенно не соответствует тому чем он должен быть у нас прописаны и состязательный сторон и экспертиза и тому подобное то есть конечно же мы говорим про адекватный контекст и про то что люди могут конфликтовать в судебной плоскости в адекватном контексте где каждый защищает свои права и отстаивает свои права это как бы очевидно другое дело что у нас сейчас большие сложности с тем как работает следствие как работает прокуратура и зачастую в вместо того чтобы наказывать преступников наказывать обидчиков это используется как палка наказывать те которые неудобны вот эта проблема она уже совершенно другого характера и в принципе когда у нас вся судебная система не работает домашний насилие только одна из тех проблем которые ложатся в ряд со всеми остальными не может ли случиться так что каждый закон в общем который принимается нашем государстве скорее всего бьет опухом по нашим гражданам да что рату из-за принятия нового закона или уже за ужесточение этого для действующего закона выратить за то что теперь будет еще больше людей здесь на контексте нет объясню почему во первых потому что сейчас мы говорим про тысячи женщин которые подвергаются насилию которые умирают из-за того что годами на их проблемы никто не обращает внимание и если будет закон это закон просто заставит обидчика лишний раз подумать подходить или нет вот и все потому что один из ключевых механизмов которые предусматривает наш законопроект это охранный ордер это означает что если люди ругаются если один человек боится другого приезжает полицейский просто запрещает обидчику приближаться и вот за то время пока обидчику нельзя приближаться пострадавшей у нее есть возможность сбежать к юристу к психологу к родственникам кому угодно когда мы слышим что у нас звонит женщина просят о помощи полицейские отвечают что труп будет приедем опишем а через 40 минут эту женщину добивают когда на этой неделе женщину избивали дома и она в итоге из простыней связала себе что-то чтобы спуститься с балкона с маленьким ребенком упала и оказалась в больнице это все то что должна делать полиция просто запрещать этим людям приближаться к пострадавшей охранный ордер не говорит о том что агрессор обязательно должен сесть в тюрьму или что обязательно насилие было он просто дает возможность пострадавшей стране быть в безопасности сейчас же когда что-то происходит страшное и говорят что это никого не волнует иди обратно к себе домой ложись спать с человеком который хочет тебя лишить жизни а если у тебя еще под подушкой будет я не знаю нож или топор то мы тебя еще посадим за то что ты якобы ему угрожала угрожала убийством все предыдущее было к тому можно ли вообще законодательно регулировать отношения между мужчиной и женщиной есть вообще как законодательно регулировать насилие если мужчина можно оттуда что занято я настаиваю знаете что я спрошу я просто хочу начать с того что если мы поймем что мы не рассматриваем отношения между мужчиной и женщиной а мы рассматриваем отношения между людьми то это совсем другой контекст а законодательство оно очень давно уже регулирует отношения между людьми и смысл в том что неважно кто мужчина кто женщина этот закон Он просто запрещает одним обижать других, потому что, повторюсь, государство обязано сохранять жизнь и здоровье. Защищать свои граждан. Но я хотел спросить действительно про отношения между мужчиной и женщиной. Что если отношения отвратительные, если он бьет или она бьет, или она изменяет, или он изменяет, то в общем нужно уходить, скорее всего. Какое законодательство? Зачем нужно законодательно его... Отвечаю. Давайте. Отвечаю. Дело в том, что очень часто есть такой аргумент, что почему же эта женщина столько лет не уходила, что же она с ним сидела. И опять-таки международный опыт уже придумал, как с этим бороться. В полицейских участках есть отделение, где именно работают полицейские и психологи, понимающие специфику. Все пострадавшие от насилия, это все те же люди, у которых стокгольмский синдром. Они видят ситуацию исключительно глазами обидчика. Это люди, у которых разрушена самооценка, это люди, которые зачастую находятся в психологической, экономической зависимости. То есть можно говорить, что это люди в заложниках. Они не видят объективно. Помимо этого, почему очень важно различие семейного конфликта и домашнего насилия. В случае семейного конфликта два человека на равных отстаивают свои права. Они могут друг друга бить, они могут друг друга оскорблять, но никто из них друг друга не боится. Когда мы говорим про домашнее насилие, это определенная иерархия. То есть один человек намеренно контролирует, подавляет и превращает в пластилин второго. И главное, что есть очень коварная вещь, которая называется цикл насилия. После акта агрессии обидчик всегда бросается в колени, в ноги, обещает, что он больше никогда такого не посмеет сделать. И пострадавшая начинает верить, что если она будет вести себя удобным образом для него, то это не повторится. Но это обманка, потому что что бы ни происходило, всегда агрессор принимает решение, что является причиной для следующего акта агрессии. Поэтому люди могут ругаться. Это нормальная история про то, что в мире есть конфликты. Так сложилось на работе, дома, с друзьями. Но домашнее насилие – это именно когда один человек другого воспринимает собственностью, стирает все границы. И вот там нужно просто брать этого человека, как вот просто из пожара, и нести к психологу, и его самооценку по кусочкам, по кубикам собирать обратно в человека. Все, понятно. Ну, то есть не всякое насилие – это домашнее насилие. Конечно, конечно. Можно подраться, но разрешаете. Можно драться, все что угодно. Если в радость, то пожалуйста. Серьезно вы считаете, что можно драться? Есть опять-таки, понимаете, это все всегда говорят, вот эти абсолютно примитивнейшие шуточки касательно там, вот насилие, БДСМ, где граница. Все прекрасно знают, кто хотя бы пять минут читал про БДСМ, что там все основано на согласии, есть стоп-слово. То есть все, чтобы люди друг к другу, я не знаю, не засовывали, не тащили туда-сюда. Все, что им запретет голову, они имеют право друг с другом делать, если есть согласие и возможность остановиться. Право отмены – это ключевое. Да. Ну, на самом деле, вот я говорю, есть опасность, что конфликт в семье, любой конфликт, может быть восприниматься как насилие. Проще всего сказать, он меня подавляет. Ну, действительно, ну, как грани-то почувствовать между подавлением и конфликтом, да? Между домашним и населением конфликтом, особенно человеком. Ну, как? Смотрите, если, например, у вас, не дай бог, что-то болит, да? Вы же идете к специалисту, который разбирается именно с этой частью вашего туловища. Ну, да. Вот здесь то же самое. Есть семейные психотерапевты, есть люди, которые скажут, это проблема вашей, да, паре. А есть, которые поймут, что там есть четкое, откровенное психологическое насилие, и они уже будут спасать пострадавшую, чтобы с ней вести. То есть, как бы, нам не нужно разбираться во всем. Я ничего не разбираю, не понимаю в химии, например. Я не буду пытаться, да, или там в какой-нибудь микроэкономике. Я в этом не разбираюсь. Я пойду, если мне надо, говорить с теми людьми, которые эксперты. Здесь то же самое. Нам не нужно разбираться во всем. Есть врачи, психологи, юристы. И нам как раз нужно, когда мы говорим про закон, мы не говорим о законе, который должен всех отправить в тюрьму. Мы говорим о законе, о профилактике семейно-бытового насилия. То есть, если при первых звоночках что-то происходит, то нужно не до кладбища дожидаться, а чтобы была первая консультация юриста-психолога, где при первом акте агрессии этой женщине могут сказать, это будет всегда, уходи сейчас, иначе не будет. А сейчас мы живем в другой реальности, когда мама, свекровь, теща, все остальные скажут, ну, там есть, не знаю, какой-никакой твой, пусть бьет, пусть пьет, зато не одна. И вот в этом как раз проблема феминизма. Точнее, проблема, что домашнее насилие всегда будет частью феминистской повестки. Именно потому, что женщина в первую очередь воспринимает как мать и как жену, ей поэтому приходится быть хоть с каким-нибудь, хоть с кем-то, чтобы не слыть неудачницей. И именно поэтому нам нужно, чтобы женщины себя любили, себя раскрывали, свой потенциал, в свое удовольствие выходили замуж, в свое удовольствие рожали детей, создавали семьи, чтобы не было вот этого абсолютно патриархального навязывания, где женское место и что ей нужно делать. Слово феминист меня пугает. Знаете, это как у Булгакова. Значит, вы феминисты? Да, мы феминисты. Только у меня там было другое слово. Могу сразу сказать, что несколько лет назад, когда я еще училась в магистратуре и писала тексты большие про феминизм, разные направления феминизма, я думала, какие же это странные женщины, что у них точно все не в порядке. Прошли годы, и теперь я понимаю, что я никак как феминисткой себя назвать не могу. Просто есть очень... Но в феминизме больше, чем 100 направлений. Это абсолютно разные могут быть настроения, взгляды. Фемин – это феминистки? Движение «Фемин»? Да. Одно из направлений? Да. Близкое вам? Нет, нет, не близкое. Смотрите, у вас на сайте написано перечисление, идет перечисление сотрудников. Иллюстраторка. Да. Иллюстраторка. Да. Это часть феминизма тоже, почему не иллюстратор? Иллюстраторка – это Ника Водвуд, она у нас занималась иллюстрациями в проекте, она очень активная феминистка и активистка, у нее больше, чем 400 тысяч подписчиков на YouTube, которые смотрят ее лекции, которым она очень много объясняет, и она использует феминитивы, она по-другому себя не идентифицирует, ей было важно, чтобы было написано так, и без сомнений мы так и сделали. Здорово. Но вы при этом руководитель проекта, а не руководителька. Может быть, мне лет слишком много, и не так быстро я могу на новые какие-то рельсы. То есть многие слова я уже… То есть я так скажу, мне не очень всегда комфортен вот этот вот формат феминитивов, когда все меняется, но я, например, начала следить за тем, чтобы я глаголы окончания всегда в женском роде использовала. То есть очень часто когда… Руководитель сделал, то есть вы про себя нельзя… Про вас нельзя сказать, что вы сделал. Руководитель проекта «Насилию нет» сделал такой-то проект. Ну, я даже говорю, когда мы часто говорим сами про себя, вот просто в разговоре там, например, ну встал и пошел. Я буду всегда следить, чтобы я про себя говорила с женским окончанием. То есть это для меня важно, как чувствовать язык по-другому. Я понимаю, что тем самым я его в контексте консерваторов не насилую, потому что глагол имеет право, да, оканчиваться на какой-то женский род. Но тем не менее вот я так себя чувствую комфортнее. Вот именно, наверное, так я нашла для себя компромисс между консерваторами и радикалами, которые идут вперед. Ну да, но вам уже не режет слух иллюстраторка. Ну, я о себе много рассказала, иллюстраторка, иллюстраторка, иллюстраторка. Да, но тем не менее, как бы написать у себя на сайте авторка про кого-нибудь из моих волонтеров я не смогу. Ну, она попросит, она скажет, что я феминизм. Тогда да, тогда да. Ну, потому что это будет уважение границ другого человека. Можете в двух словах, прям, действительно, в двух словах описать феминизм? Ну, вот вы искали в то направление, но все-таки основное течение. Что это, за что это, почему? Ну, наверное, можно сказать... Опять-таки, я не очень сильно о фемтеории, то есть я лекции про это читать не смогу. Но вот если мы говорим про радикальный феминизм и либеральный, то общими грубыми словами выглядит так, что либеральный феминизм признает тот факт, что есть патриархат, и пытается какими-то не очень агрессивными действиями что-то изменять, а радикальный феминизм признает патриархат и считать, что нужно сначала патриархат уничтожить, а потом уже все вместе жить в добре и взаимопонимании. То есть не пытаться вот в те обстоятельства, которые уже есть, а сначала все сносим и заново строим. А либеральный феминизм исторический факт того, что так есть, признает и пытается как-то вот расшевелить это, уже расширяя понятие женщины до целого человека. Но со временем все-таки в надежде все-таки изменить ситуацию, да? Я говорю про либеральный феминизм. Без сомнений, конечно. То есть здесь просто все очень просто. Очень просто, пардон, за тавтологию. Да, мы начинаем про Древнюю Грецию. Кто у нас был человеком? Только свободный белый мужчина, да? Потом мы задумались, оказывается, что еще и рабство нужно отменить. Потом оказывается, что еще и не белые тоже люди. Вот до женщин очень поздно дошла эта волна, и вот сейчас мы пытаемся принять тот факт, что женщина оказывается человек. И вот если, когда мы говорим про все споры, вот женщины, мужчины, все-таки разные, обычно люди мало оперируют действительно фактами, обычно это какие-то мифы, да, и устойчивые стереотипы. А во-вторых, если вот просто во всех этих спорах поменять женщину на человек, то уже нету даже конфликта никакого. Сразу все становится совсем иначе. Ну что значит нет? Женщины и мужчины разные, человеки все разные, ничего не меняется. Женщины и мужчины разные, люди все разные. Это правда, это правда. Но тем не менее, разные и равные возможности, и разные права, равные права, это тоже укладывается в одном предложении. Люди могут быть разными, но иметь равные возможности и равные права. И если мы, например, ну это начинается с таких элементарных вещей, когда, например, я где-то прочитала на каком-то форуме, как женщина пишет, что она родила ребенка, у нее очень достойная зарплата, ребенок живет с отцом и со свекровью, она приезжает каждые выходные, она привозит кучу продуктов, вещей, денег. Ну там просто такие потоки были негодования в отношении этой женщины, теперь мы просто делаем зеркальную картинку. Мужчина развелись, зарабатывает, ребенок живет. Все, отлично, вот о чем мы речь. Вот красавец мужчина, да. Опять-таки, вот я только недавно вернулась из Израиля, там настолько не обращаешь внимания, когда огромное количество пап, красивых молодых, гуляют с детьми, они все веселятся, мам вообще не видно, мама занимается своими делами. У нас, если идешь и на детской площадке вдруг один папа с коляской, ему уже все готовы построить памятник. Ну неужели он снизошел для того, чтобы своему ребенку уделить время, больше, чем 5 минут вечером? Слушайте, вы привели пример такой, который и я бы привел, потому что это действительно плохо. Мужчина должен быть отцом. И причем мужчины, отцы иногда бывают лучше, чем женщины. И это правда. И часто это связано с тем, что женщины не подпускают отцов к детям, даже будучи семьей и так далее. Если бы подпускали, давали, там нужно 2 недели с младенцем провести, чтобы мама как-то отодвинулась, чтобы отец подержал его на руках. И все, и он изменится. Он будет такой мамой, и вы даже не поверите. Конечно, мы поэтому за равные декреты. Да, вот в этом с вами я согласен абсолютно. Прекрасно. Потому что вот это отклонение в сторону женщин, то, что ребенок только им и только, ну это ужасно. Нет ли у вас, например, желания бороться за права бедных отцов, которые живут без детей, которым матери не дают детей? Вы знаете, это тоже часть такой феминистской оптики, скажу так, что мужчинам никто не мешает отстаивать свои права и бороться за свои права. То есть мужчины, которые себя чувствуют в этом контексте угнетенными, могут объединиться и отставить свои права. Но у женщин объективно сегодня проблемы выше крыши, и нам бы со своими разобраться. Все очень просто. Нам бы просто хотя бы разобраться со своими, чтобы девочки могли спокойно в безопасности ходить в школу и не боялись, что их изнасилуют, чтобы женщина, которую изнасиловали, не была обвинена в том, что она дома не сидит в 8 часов вечера. То есть нам хотя бы из пещеры вылезти с женской повесткой, перестать хотя бы в зверином каком-то состоянии вести разговоры и на правовом, и на социальном уровне. А я думаю, что мужчины и без нас справятся. Ну ладно, то есть это мужчины должны заниматься. Ну конечно, но это нормально, что люди занимаются теми правами, которые у них ущемлены. Отняли и отобрали. Но если все-таки про феминизм последнее. Вот значит женщина. Мужчина кокетничает с женщиной. Ну то есть вот смотрите, я патриархально настроенный человек. Причем я верующий человек. И мужчина кокетничает с женщиной. Это нормально. С любой абсолютно. Я с вами сейчас в той или иной степени кокетничаю, мне кажется. И вот я общаюсь с женщиной, которая настроена, как выяснилось потом, абсолютно, возможно, радикальная феминистка. Я отпускаю какую-то шутку, может быть глупую, но это любая женщина бы ее спокойно восприняла, абсолютно, потому что это в процессе такого легкого флирта. Ничего не предполагающего. Флирт не располагающий ни к чему. Но она завелась. Это был один из шести-десяти ситуаций в моей жизни, когда я чувствовал, что прям я так наступил на какую-то больную мозоль и так далее. Объясняю. Вы на самом деле наступили на больную мозоль всем этим женщинам. Просто не все из них имеют смелость сказать о своем недовольстве. Если вы говорите, что вы со мной кокетничаете, я этого не чувствую именно как общение мужчин и женщин. Мне кажется, мы просто как люди, которые разговаривают друг другу симпатично, разговариваем, и здесь нету моего выделения как именно женщины. Если бы я это почувствовала, возможно, мне это было бы неприятно, и я бы в зависимости от контекста обозначила это или не обозначила. В чем прелесть сексистской шутки? Если вдруг думаешь, что твоя шутка сексистской кого-то обидит, просто не произноси это вслух, оставь ее себе. Многие женщины каждый раз чувствуют себя некомфортно от того услышанного, что вы думаете, что пролетело мимо ушей. Просто они не привыкли давать отпор, как всем девочкам. Ну, в общем, с детства мы живем в том восприятии, что девочка должна быть удобной. Лишний раз не хамить, не огрызнуться и тому подобное. Мы привыкли это делать. И я могу сказать, что я себя хамкой не назову. Но когда я позволила себе больше не пытаться себя упаковать в шаблон удобности, мне стало жить намного проще. Вы знаете, сколько лишних диалогов, сколько лишних разговоров сразу просто отметается, я не трачу на эту ерунду время. Вот лишь бы не обидеть. Донесешь ты чушь, но иди ты лесом со своей чушью, и жизнь становится просто намного прекраснее. А представьте, если это был прекрасный человек, умнейший, со всей душой, любящий, ну, не как любящий, желающий вам добра. А вы знаете, сколько таких? Открыл бы вам какую-то, а вы, в связи с тем, что вы закрываетесь от него, потому что он привык уже так, и он не считает, что это плохо. Смотрите, во-первых, про закрылся или открылся, это отдельная история, это все вопрос контекста, все-таки человеческие отношения, они не поддаются какой-то четкой таблице. А во-вторых, нам все-таки тоже немножко нужно отходить от того, чтобы люди лезли со своим видением тогда, когда этого не просят. То есть мне хватает и интеллекта, и интуиции понять, с какими людьми мне хочется общаться, с какими нет. Я могу больше сказать, и я уже сказала, что я себя феминисткой совсем недавно не ощущала, мое окружение тоже. Я потратила очень много сил для того, чтобы для меня, важные для меня люди поняли то, что поняла я. И заходило это совсем нелегко. И многие ничего не понимали и не понимают, кто-то стал понимать чуть-чуть, а кто-то уже больше меня понимает. Но если эти люди мне дороги, конечно, я многие вещи просто пропускаю мимо ушей, но как бы они остались на том уровне, но я их люблю не за то, чтобы они со мной во всем соглашались. Поэтому если... Ну, в общем, наверное, можно это подытожить так, что каждый человек должен иметь возможность чувствовать себя комфортно. Если женщина хочет дать отпор этому высказыванию, ну, значит, она имеет на это право. Ну да. Ну, просто комфорт, понятие относительное. Ну, мы, наверное, можем без конца. Ну, знаете, опять-таки, банально... Да, я согласен. Многие мужчины считают абсолютно нормальным делать комплимент женщине на работе касательно размера груди или, там, я не знаю, как юбка обтягивает попу. Нет, это неприлично. Ну, а многие считают, что это позволительная... Ну, это не связано с феминизмом. То есть это не связано ни с феминизмом, ни с антифеминизмом. Это связано с бескультурой невоспитанной. Ну, не совсем так. Понимаете, когда у нас, например, господин Слуцкий, сидящий в Государственной Думе, позволяет себе чудовищные поступки в отношении журналисток, а опять-таки коллеги по Думе говорят, что это просто женщины прошли якобы с голым животом, то это не бескультурия. Это именно перекладывание ответственности на женщину за все, что позволяет себе мужчина. А это именно феминистская правительство. Бескультурия точно. Ну, Стас, слушайте, я забыл, как его зовут. Человек, который говорит, тьфу, на тебя. Вот он выступал, ответ Навальному. Да-да-да. Ну, это мужчина, да, он говорит. Ну, это что же бескультурия и отвратительно. Тьфу, на тебя. Это некрасиво и бескультурно. Это некрасиво. Вот, это, ну, и то некрасиво, и это некрасиво просто. Ну, вопрос системности этих явлений. Просто, понимаете, когда я, например, прочитала в «Медузе» страшнейший текст, как оперуполномоченные очень многие изнасилования называют ненастоящими, это их устойчивый профессиональный сленг. То есть, если женщина не пыталась, я не знаю, своего насильника зарубить топором, не орала на весь двор и не пыталась убежать, а очевидно, что в состоянии шока, может быть, просто нет сил сопротивляться или там боязнь, что сопротивление повлечет более страшную агрессию. Профессиональный устойчивый термин у полицейских не настоящее изнасилование, которое они даже не хотят рассматривать. Поэтому я говорю, что это не про бескультурия, а именно поэтому я говорю, что это системный характер. Просто где-то начинается с шуточки, а где-то это приводит потом к очень страшным последствиям. И, увы, это все связано. Я, к сожалению, думаю, что есть ненастоящее изнасилование. Вы считаете, что все изнасилования настоящие? Я считаю, что если мы говорим про какую-то погрешность, это относится к любой статье Уголовного кодекса. Изнасилование здесь не исключение. Хорошо. Ну, просто вдруг... Мошенничество, взятка, все что угодно. Да-да-да. Он встретился с ненастоящим, и он появился такой... Все что угодно. А говорить можно в том, что вы взятку у меня взяли или вымогали у меня деньги. Будем разбираться, было ли так на самом деле. Просто одно дело, когда это разбирательство достойное, а другое дело, когда сажают бедную девочку, 4-5 полицейских, и просят ее по 10 раз во всех подробностях рассказывать, что происходило. Поэтому здесь все-таки своя специфика настолько ужасна. И, смотря на международный опыт, можно лишний раз убедиться, что мы еще из пещеры не вылезли. Да мы во многом не вылезли. Точно так же автозаки, послушайте. И это правда. И это правда, конечно. Именно поэтому, в чем прелесть гражданского общества? У нас так много проблем, что каждый выбирает плюс-минус ту, на которой он фокусирует свое внимание. Хорошо. Наверное, все-таки закончим с «Свинизмой женщины». Вы смотрели фильм «Исчезнувшие» Финчера, по-моему? Нет. Про женщину, которую не смотрели, значит. Ладно, жалко. Посмотрите. Замечательный фильм. Давайте теперь все-таки про технологии. Итак, насколько я понял, вы всегда хотели сделать сайт, но как-то не делали. Я изначально хотела сделать именно сайт, и не было никаких средств, никаких ресурсов. И в то время, пока я пару раз подавалась на какие-то гранты, где мы встретили отказ, мы умудрились выпустить наше первое в России мобильное приложение для пострадавших от насилия. Стало понятно, что денег нам можно ждать еще очень долго, и просто сели и сделали. Поэтому на сайт вышел на пару месяцев позже, чем приложение. Мы недолго это откладывали в ящик. Вот сначала про сайт, потому что кто-то, может быть, до сих пор думает, что это очень сложно, и что к этому действительно не подступиться. Значит, что вы сели и сделали? Вы сами сделали? Я села в Викси, прорисовала все отделы, все разделы, как я это вижу. А потом есть прекрасный Саша Гусев, который IT-волонтер Теплицы, который помог это все на WordPress перетащить. Значит, тогда вот сейчас мы проговариваем, как сделать сайт благотворительного фонда, который сидит и так вот все и думает. Ну как же его сделать? Заходите на Викси, посмотрите готовые шаблоны. Это уже лучше, чем делать что-то страшное и непонятное, или ничего не делать. Потому что для начала Викса уж точно хватит. А если вы делаете что-то важное и любопытное, вы всегда найдете волонтера, который поможет советам и сможет это перетащить. И опять-таки платформа IT-волонтера, она всячески этому помогает. Это была секунда рекламы. Именно так. В лице. Но при этом началось все с мобильного приложения. Это был толчок. Вы сделали мобильное приложение и поняли, что это можно сделать. Наоборот даже. Мысли о сайте были уже давно в голове. Но как-то все думали, что вот какую-нибудь получим поддержку. И хотела сделать все всерьез. Я общалась с моими друзьями, у которых своих диджитал-агентства. Они готовы были делать скидку, но все равно это были какие-то ощутимые суммы, чтобы уже прям портал, серьезно, с обратной связью. То есть как бы хотелось, если делать, то делать. И в то время, пока мы все это раскачивали, как раз превзошел хакатон, где было придумано наше приложение, которое непосредственно уже как бы нельзя было откладывать на завтра. Надо было вот уже срочно делать. Мы провели благотворительный аукцион, у нас не было денег. И собрали сумму, которая нам позволила заплатить IT-специалистам, которые непосредственно реализовали нашу задумку, внеся свои правки и какие-то предложения. И вот мы его выпустили. И за первые сутки, когда я просто в фейсбуке написала о том, что приложение вышло, было больше, чем 60 публикаций по всей стране в СМИ, что вышло приложение. И стало понятно, что это не какая-то локальная история, которую мы на коленке придумываем, а то, что реально людям нужно. То есть это то, что действительно люди надеются использовать для того, чтобы себя спасти и обезопасить. Ну и вот тогда уже было понятно, что я на задпусе нету, что ждать какой-то большой суммы на сайт можно очень долго. И вот просто вот сидела, я рисовала, придумывала, там кому-то показывала, кто-то из друзей говорил, ой, этот шрифт дурацкий, этот убери, а вот этот лучше сюда. И опять-таки, повторюсь, Саша Гусев нам потом помог все это просто сделать уже в непосредственно решении, которое осязаемо. Так, смотрите, вторая минутка рекламы Теплицы. Потому что Хакатон, наверное, Теплицы устраивала на Хакатоне. Да, да, именно Хакатон. То есть вы туда приехали без идеи приложения? Ну, какая была история? Повторюсь, что мы уже занимались тем сбором информации для сайта, и у нас на сайте подразумевался важный раздел – это карта помощи. Это именно карта, где отмечены точки. И для того, чтобы на Хакатоне просто посидеть, послушать, я изначально хотела вместе с моей коллегой и подругой Марией Довтян, мы бы хотели просто прийти послушать, чего там люди будут говорить. Но там не было такой возможности, нужно было зарегистрироваться либо как НКО, либо как специалист. И нам пришлось что-то написать в заявке. И мы сидели, думали, что раз у нас уже есть эта вся база, которую мы хотели на сайте в карту, давай попробуем ее сделать просто в приложении. И я даже не помню, честно, вот что я точно не помню, пришли ли мы туда уже с пониманием, что нужно соцкнопку, или, возможно, даже кто-то нам там сказал, чтобы к нашей базе еще и соцкнопку при собачьей. В общем, приложение, на ваш взгляд, на мой взгляд, работает из-за соцкнопки как раз. Потому что список мест, куда можно обратиться, вы можете действительно взять там или сям или сям. А вот нет, в том-то и дело, что... Ну, у вас на сайте он теперь есть? Теперь есть, да. Но даже сейчас, когда наш сайт уже существует несколько лет, мне сегодня было несколько писем, мне в Фейсбуке периодически пишут, мол, а вот такой-то город, куда обратиться? Ну, ребят, ну вот мы каждый раз говорим, ну, карта, зайдите, посмотрите все, что угодно. Нет, ну не могут люди пройти тот элементарный путь. Не хватает у них, не знаю... А скачать приложение и пройти его, то есть им проще? Ну, скачать приложение, они как бы его скачивают, знаешь, как кнопка. Ну, хотя, может быть, да, сейчас молодежь, молодежь, да, молодежь, им проще скачать приложение, чем куда-то лезть, на код сайт и так далее. Да, да, и так все внутри. Особенно, если мы говорим про активисток, про людей, которые в этой теме, да, они должны как бы быть готовы рассказать про всю территорию. У нас все субъекты РФ. То есть можно там ориентироваться в своем регионе. А вот, например, сегодня мне написали коллеги, девушки, с которыми я не была знакома, из Беларуси, потому что им написала девочка из Новосибирска, которая хочет что-то делать. И она спросила у них, а они спросили у меня. Хотя она могла спросить сразу у меня, но, возможно, она не знает про наш центр. Значит, то есть не только SOS-кнопка. Вы считаете, что приложение и в этом, и в этом? Я считаю, что да. Ну вот лично я считаю, что намного важнее информация о кризисных центрах, потому что из-за чего вообще началось все это направление. Мы знаем, что женщины месяцами, годами живут в насилии и даже не подозревают, что есть такое словосочетание, как кризисный центр, куда можно прийти и получить помощь юриста-психолога. И для меня намного важнее то, что вот нажав, скачав приложение, автоматически выстраивается маршрут до ближайшего. Есть телефон, имейл, там все координаты, чтобы женщина ногами пришла, ей там психолог и юрист смогли, ну хотя бы минимальную какую-то помощь оказать. Центров, кстати, становится больше? Нет, не становится. Пре мне их было очень мало. Ну там года 4 назад было в Москве, по-моему, 4 или 5. В Москве как было мало, так и остается. В Москве все очень плачевно. В Питере молодцы, потому что там на уровне региональном почти в каждом районе есть. Это очень сильно зависит от региональной власти. То есть, грубо говоря, возвращаемся к нашему закону. Если бы был закон, там должно быть прописано, сколько должно быть кризисных центров на 100 тысяч населения, как в некоторых странах Европы. У нас сейчас, мало того, что абсолютное большинство – это государственные кризисные центры, где не очень подготовленные кадры, потому что обычно они зовутся центрами по помощи женщинам, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Мы про государственные говорим. Нет, про них не надо говорить. Некоммерческих, конечно же, мало. Конечно же, мало. У нас сейчас что происходит? Проблема непризнанная, денег нету, война с НКО. Ну, в общем, все условия для того, чтобы просто лечь, умереть и больше не шевелиться. И опять-таки, наши первопроходцы «Центр Анна», который с начала 90-х годов вообще просто мало того, что делал кучу всего, так еще и научил всех тех, кто сейчас делает что-то нормальное, их в 16-м году признали иностранными агентами. Ну, так и надо. Так и живем. Они же иностранные. Агенты? Агенты. Значит, надо признавать. Давайте все-таки о хорошем, о том, что вы сделали, а не о том, что мы все скоро ляжем во гроб. Как сделать приложение, значит? Вот смотрите, получается по пунктам. По пунктам, да. По пунктам. Нужно вообще что-либо делается только с одним условием. Понимание, зачем это делается. И это, к сожалению, очевидная мысль понятна не всем. Я вот сколько раз прихожу на какие-то встречи, и люди сидят, и они сначала делают, а потом они не могут сформулировать зачем. Вот если вы считаете, что вам это нужно, если вы бы этим пользовались, если бы вы посоветовали это использовать, делайте, тогда нет сложности придумать, как это должно быть. Ну, первая идея. Первая идея. Конечно, конечно, идея. Главное. Потом. Вот у меня родилась гениальная идея, я ее знаю. Что я с ней дальше должен сделать? Ну, для начала можно, как минимум, из своих друзей сделать фокус-группу и вообще поразмыслить, иметь ли эта идея смысл какой-либо, да? После чего можно поговорить со специалистами, которые могут понять, сколько это стоит. Это вы делали на Хакатоне, да? Или вы до этого делали? Нет, это у меня есть прекрасные друзья iPartner, они нам сделали, они не могли себе позволить сделать нам совсем бесплатно, но они нам сделали две платформы по цене одной, как раз та сумма, которую мы собрали на Хакатоне, и нам приложение обошлось. Но я не считаю свою работу, которая была большая, потому что она была, естественно, бесплатной. Вот до последней копейки все, что мы отдали за две платформы специалистам, это 248 тысяч рублей. Если приложение нужное, если инициатива видная, эти деньги собрать реально. Но вы их не на Хакатоне собрали? Нет, 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 мы как раз на Хакатоне. Вы сказали, что мы на Хакатоне собрали, думаю, где же на Хакатоне вы могли собрать. И на самом деле мы на Хакатоне собрали, заняли второе место, и я расстроилась тогда, но я рада, что дети 404 получили поддержку, что очень важно. На Хакатоне тогда был приз 100 тысяч рублей, и сейчас понятно, что мы бы в эти 100 не прошли бы, так что очень хорошо, что те 100 ушли на один проект, а мы свои 248 собрали на благотворительном мероприятии. 250, ну, вполне приемлемо, да? Но прибыли с этого, естественно, вы не получите, отбить вы не могли ни копейки. Конечно, ни копейки. Надо было рекламу какую-нибудь суметь, ну что же вы. Ну, в нашем приложении не было, нет и не выйдет рекламы. Ну, ладно. С кнопкой SOS опять, это вот эта вот история какая-то, если человек, ну, вот кнопка SOS, это значит, я нахожусь в ужаснейший момент, в ужаснейшей ситуации, я прямо только вот кнопку успеваю нажать. Если человек понимает, что он может нажать эту кнопку, если он скачивает приложение ради этой кнопки, почему он не понимает, что нужно бежать? Это фактически, смотрите, вы говорите, что он не понимает, он заложник, Хельский синдром, ему нужен психолог, чтобы понять, в каком он положении, но если он уже скачал, и у него есть кнопка SOS, то это уже все, он уже должен понимать. Начинаем с того, что домашний насилие – это всегда повторяющиеся акты, это не единичный. То есть обычно как раз эти семьи, они живут от насилия к насилию, и они годами не уходят. Даже по статистике, женщина первый раз обращается за помощью, на седьмой раз избиение. То есть эти женщины, они плюс-минус знают, чего ожидать. Пришел в плохом настроении, пришел подвыпивший, пришел там после футбола, ну в общем, есть там, грубо говоря, черные дни календаря. И можно нажать на кнопку, и дальше убегать, грубо говоря, в туалет, пытаясь закрыть дверь, чтобы не сразу тебя избили, я не знаю, палкой по голове, или ногами по животу. В надежде, что приедет кто-то из близких, или не приедет. То есть опять-таки, в чем беда, в чем моя личная боль. Если бы мы жили в нормальном государстве, наше приложение было, давно уже было привязано к 112. Ну да. Как это 911 во всем мире, или где-то еще. Наш полиция не хочет этим заниматься, технологий у нас таких нет. Мы сделали то малое из всего невозможного, что было. То есть лучше, пусть хоть кто-то знает, и важно еще, что в нашем приложении отправляется геолокация. То есть человек может просто не понимать, где он находится, и сразу отправить. Я могу сказать как. Мы подразумевали, что предложение мы делаем для пострадавших от насилия. То есть когда именно понятно, что будет акт агрессии. Потом стало понятно, что им может пользоваться любая женщина, которая в такси села и не знает, дойдет она до дома в безопасности, держит уже кнопку, которая идет от такси до подъезда в темноте. Потом стало понятно, что может пользоваться так же любой мужчина. То есть это именно механизм, который позволяет быстро оповестить, где ты, и что что-то не в порядке. Вот и все. Класс. То есть, а вы позиционируете, кстати, ее так именно, что это не женщины, подвержившиеся насилию, а это любой человек, который может оказаться, бабушку можно, я маме могу своей дать, которая в лес идет, еще что-то. Ну вот когда вот она вышла, и у нас была волна эфиров, и называли рассказать, я везде говорила, что абсолютно не ограничен круг лиц, которому, к сожалению, может потребоваться это приложение. Да нет, любому абсолютно. Ребенку это может потребоваться. Ну не ограничено, конечно. И не к сожалению, но действительно бывают ситуации. В смысле, что опасность в жизни каждого человека может быть. Да, присутствует. Полезное приложение, особенно учитывая, что у нас нет, ну у нас же запрещено по геолокации искать людей. Лиза Алерт сталкивается с этой проблемой, что человек может был найти по телефону еще почему-то, но это очень сложно, нужно идти через суд. А здесь получается, человек сам добровольно посылает свои геолокационные данные. Здорово. Тоже очень коротко, пять буквально вот пунктов. Человек, ну к сожалению, женщина, да, хотя я бы еще раз сказал, и мужчина тоже, и мужчине расскажите, но женщине расскажите, что делать, чтобы не подвергаться насилию? Превентивные меры какие-то есть? Заметил, увидел, повел себя, как нужно повести, чтобы он... Вот здесь, да, здесь проблема нашей культуры. То есть именно патриархальная культура, она как воспитывает девочек, что их нужно завоевать, что они должны быть такими нетронутыми цветочками, что мужчина должен, не знаю, там годами выхаживать, что если она говорит нет, он все равно говорит, нет, пойдем. Она говорит, я не хочу, он говорит, нет, все равно, залезает там в форточку, в окно, куда угодно. Есть в современном контексте понятие концепции согласия. Вот если несколько раз вы человеку говорите, что вы не хотите с ним куда-то идти, а он оставивает все. Если вы говорите человеку, что вам это неприятно, он вас не слышит, то это все. Если человек пытается вас контролировать, ревновать, это не потому, что он такой доблестный, это прекрасно, и не потому, что вопрос доверия, потому что он просто считает, что он имеет право диктовать вам, как вам жить. То есть, как только появляется ощущение, что вас контролируют, как только вы понимаете, что вы боитесь что-то сказать в ответ, как только вы понимаете, что вы лишний раз лучше промолчите, чем скажете то, что вы переживаете или думаете, это все уже нездоровое. То есть, когда вы не чувствуете себя расслаблены, комфортно, с человеком рядом, надо уже идти в другую сторону и не ждать, когда это все... Потому что, тут еще понимаете, в чем сложность. Мужчины, которым свойственно применять агрессию, они же понимают, что если они сразу покажут свое истинное лицо, второго свидания не будет. И в самом начале они поэтому самые лучшие, самые заботливые, самые внимательные, все цветы к ногам, все что угодно, все для тебя. А потом, когда он понимает, что вот, да, уже захлопнулась эта ловушка, тут уже можно начинать психологически, отаптываться и человека просто потихонечку утрамбовывать в то, что его мнение и его желание ничего не значат. Но, вот вы расскажете, что надо разбегаться, то есть разбегаться, это понятно, а можно как-то предотвратить, ну, нравится мне ей мужчина, ну, нравится, вот, но вот она чувствует какие-то звоночки, может быть, можно как-то себя вести так, чтобы... Ну, я скажу очень банальную мысль, психотерапии всем, психотерапию, чтобы помочь пройти сложный период и в своих ощущениях, то есть, например, если дома была такая модель заложена, если папа на глазах всегда бил маму, то этой девочке очень высока вероятность, что эта модель для нее будет именно нормой, и им нужно потратить время на работу с психотерапевтом, чтобы он ей вернул все в обратное здоровое русло, потому что это поколенческая история, когда видишь такое дома, тебе уже кажется, что так и все живут. Понятно. Тогда, теперь тоже очень коротко, пять ситуаций, когда ты уже подвергаешься насилию. Хотя тут, как сказать, человек, как вы говорите, не понимает, это основная проблема. Ну, давайте так начнем. Куда идти, что делаешь, когда понять, что сделать, можно ли в милицию, нельзя ли в милицию, просто, ну, прям, просто советую. Во-первых, телефон доверия пострадавших от насилия 8 800 7600, психологи помогут разобраться, понять, что делать. Во-вторых, если вдруг какие-то повреждения сразу и в медицинское утверждение, и в полицию, что удобнее? Если совсем что-то страшное, нужно вызывать скорую, скоро будет оповещать полицию. Если есть возможность прийти своими ногами, то прийти и в полицию написать заявление. Здесь, сразу скажу, у нас есть проект видеоинструкции для пострадавших от насилия. 9 роликов, где шаг за шагом именно объясняется, что делать, что требовать в полиции, как себя вести, какие бумажки заполнять. Мы специально все это уже вместе сделали и опять-таки Алексей Сидоренко нам помогал делать это правильно, чтобы люди поняли, что мы сняли и что мы объясняем. Есть 4 вида насилия. Физическое насилие это не только когда вас убивают. Если вас уже хватают за руки, если вам настаивают продолжить разговор, который вам неприятен, если вас к стене прижимают и говорят «стой здесь, пока я с тобой разговариваю», это уже насилие. Экономическое насилие, когда вам не дают выходить на работу, когда контролируют, как вы тратите деньги и вы постоянно чувствуете вину, как будто вы что-то все время делаете неправильно. Сексуальное насилие, любые сексуальные действия против вашей воли это уже насилие, а у нас считается, что у нас супружеский долг и якобы уже все можно. Насилие психологическое. Если вы чувствуете, что вас подавляют, вас контролируют и вы постоянно просто находитесь как на лезвии ножа, вы боитесь лишнее слово сказать, лишнее действие, это все уже нездоровое. Это все то, чего не должно быть в нормальной жизни. Понятно. Какие-то две... Вот я не знаю, рассказывает ли жесткач? Можете вы рассказать две-три истории, чтобы было ясно, что насилие есть и это какое-то уже извращенное и мучительное для России явление. Ну, давайте начнем с, к сожалению, очень страшной истории, которая известна многим. Маргарита Грачева, которую муж вывозил в лес и угрожал убить, пошла в полицию и сказала, меня угрожают, меня угрожают убийством. Это статья уголовного кодекса, за это уже можно посадить. Это абсолютно мертвая статья в нашей стране, за редкими исключениями. Участковый, что он сделал после того, как ему говорят, меня хотят убить? Он провел разъяснительную беседу с этим мужчиной. Этот мужчина эту беседу услышал, после чего он еще раз отвез Маргариту в лес и отрубил ей кисти рук. Сейчас в итоге это дело ведется, рассматривается, дай бог, чтобы оно уже дошло поскорее до суда и стало хоть что-то понятно. Но это ситуация, которую можно было, конечно же, предотвратить. Недавняя история. На этой неделе Орехова Зуева мужчина избивал свою жену с маленьким ребенком, я вот говорила. Она была вынуждена связать простыни, попытаться по балкону спуститься, он не давал ей из квартиры выйти. Она упала, они оба с ребенком оказались в больнице. Священник, который убил свою жену, потому что она хотела развода, он боялся, что в церкви его за это осудят, за развод. Опять-таки, два года назад этот ужаснейший случай, который запись есть, когда позвонила женщина в полицию и сказала, меня избивают, мы не живем вместе, я от него деться куда-то пытаюсь, меня пытается отец спасти, все что угодно. Он все время приходит, он меня избивает. Женщина полицейская ответила, труп будет, приедем, опишем, не волнуйтесь, добавила она, не волнуйтесь. И действительно, через 40 минут уже не было возможности волноваться он, потому что добил до смерти. То есть, мы постоянно в этом живем. И сейчас я благодарна тому, что все-таки СМИ очень много внимания уделяют этой проблеме. И вот, знаете, говорят, черный пиар, тоже пиар. В какой-то степени то, что наши депутаты вместе с сенаторами, а потом это возглавил президент, сделали декриминализацию домашнего насилия, это чудовищная ошибка. Но эта чудовищная ошибка позволила всем увидеть воочию, что же за масштабы бедствия происходят в нашей стране и какое чудовищное отношение государственной системы к людям, которые в нашей стране живут. Ну да, не было бы счастья, но не счастье помогло. Ну, как-то так, потому что действительно такой был всплеск обсуждений. Ну, ребята, ну как так? Ну вы что, совсем что ли? Сакси истории, которые связаны с насилием, нет? Ну, у нас есть разные истории, конечно, мы постараемся помочь и так, и сяк, но есть история, которая мне очень дорогая. Татьяна Войтка, она живет в Калининграде, ее бывший муж, который над ней очень издевался, издевался над ребенком, он на уровне Калининграда, такой местный князек, которому можно все, дружить там с депутатами, со всеми. И в итоге она написала в своем ужасном опыте, прошла какая-то очень небольшая волна, даже какие-то СМИ что-то сняли сюжеты, но тишина. Я ей позвонила, я говорю, давайте постараемся хоть что-то сделать. Она говорит, мне уже столько звонили, столько обманывали, мол, я говорю, я если берусь, я постараюсь делать максимум того, что я могу. Мы написали большой материал про это, после этого и Дорс снял сюжет, и еще другие журналисты. И в итоге каким-то образом мы еще попросили разных журналистов, известных этим текстом, поделиться, то есть началось какое-то такое шевеление, в Калининграде все зашевелились, и начали там на этого мужчину чуть ли не пальцем показывать. В итоге его репутация, во-первых, очень сильно просела, от него все стараются дистанцироваться, так еще и правоохранительные органы готовы теперь принимать ее заявление, и суд в ее сторону пересмотрел решение, потому что они наконец-то увидели, очевидно, что они отказывались просто годами видеть. Но это не просто саксессище, я бы сказал. Я считаю, что да. Но, к сожалению, это было основано на том, что все-таки для региона слово Москва, федеральный уровень, это еще пока что как-то звучит. То есть в регионах у нас есть возможность пугать людей тем, что мы там сейчас первый канал на вас натравим или что-то еще. Не факт, что натравим, но хотя бы пугать можем. И тогда вот последнее. Как у вас ощущение, что будет? У нас в России все будет плохо. С насилием, с этим... В каком направлении это будет развиваться? Ну, у нас сейчас сложный период, потому что мы вот стали некоммерческой организацией, стали собирать деньги, и мы уже переросли потолок инициативы активистской. Нам, конечно, нужны деньги на именно штатных сотрудников, на офис. То есть мы сейчас тратим все силы для того, чтобы эти деньги найти. Ну и нет сомнений, что мы просто семимильными шагами пойдем. Вот сейчас мы поднимем тему насилия над мужчинами. Потом мы будем пытаться, я очень надеюсь, нам удастся поднять тему коррективных изнасилований. Вы, наверное, даже не знаете, что это такое. Коллективная? Коррективная. Нет, не знаю. Это когда, например, девочка говорит о том, что она лесбиянка, а родители и родственники говорят, что сейчас придет мужчина, он тебя исправит. То есть вы можете сказать, что может быть в душе у этого ребенка, у этого подростка. И опять-таки, тема табуирована. То есть я точно знаю, что мы будем идти семимильными шагами по всем направлениям. Сейчас Ира Горбачева, актриса сейчас известная, становится нашим амбассадором, что позволит нам на каких-то более глобальных площадках проблемы поднимать. Ну, могу сказать, что мы будем использовать все возможности для того, чтобы о проблеме насилия могли говорить все и где угодно, и эта тема перестала быть табуированной. Это моя основная задача. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова